Социальные сети сейчас пользуются небывалой популярностью. На этих страничках можно найти нужную и интересную информацию, завести полезные знакомства, общаться с друзьями, живущими в других городах и странах, и отыскать бывших одноклассников, связь с которыми была потеряна. Страничку в интернете создают и крупные всемирно известные компании. Но, как говорится, у медали есть и обратная сторона. Социальные сети часто используют и мошенники для того, чтобы воровать ваши деньги. В Рязани таких случаев уже было немало. Вот один из них. Неделю назад я зашел в контакт, перешел по ссылке, мой телефон завис, и у меня появилась такая надпись, что смс отправлено. Я решил посмотреть, что за смс. Открываю я, собственно говоря, сообщение, а там смс в количестве 390 штук было отправлено всему моему контакт-листу на телефоне. Все сообщения были отправлены за мой счет. Я потерял в общей сложности около 700 рублей. Но благо оператор вошел в мое положение, и мне эти денежные средства вернули на счет. Также очень часто хакеры взламывают странички в социальных сетях, и от имени тех, на кого они зарегистрированы, рассылают письма по всем контактам с просьбой положить деньги на телефон. Описывают самые разные истории, в которые якобы попал хозяин анкеты. Например, «Привет, я задолжал денег, выручай, кинь рублей 500 на такой-то номер». В этом случае не нужно тут же бежать отправлять деньги, свяжитесь для начала с человеком, от имени которого прочитали просьбу. Скорее всего, это пишет не он. И запомните еще несколько правил безопасности поведения в социальных сетях. Наиболее правильным подходом здесь на данный момент времени является, во-первых, привязка к номеру мобильного телефона, причем номер мобильного телефона, который зарегистрирован непосредственно на владельца этой страницы. Более того, вот сейчас существуют даже такие атаки, уже появились первые упоминания. Это, наверное, связано с определенной халатностью работников определенных. Меняют сим-карту по доверенности. То есть у вас есть сим-карта, которая на вас оформлена, у вас есть страничка ВКонтакте, привязанная к вашему номеру сим-карты. Более того, ваш номер телефона на странице ВКонтакте есть. Эта сим-карта по фиктивной доверенности или ксерокопии вашего паспорта заменяется на новую, вставляется в сотовый телефон, высылается одноразовый пароль, все, страница уже у мошенника в руках. То есть здесь, помимо придумывания хорошего пароля, это не менее чем 8 символов, это обязательно наличие цифр, обязательно наличие маленьких и больших букв. Многие, вот по-прежнему самый популярный пароль – это 1, 2, 3, 4, 5, 6. И еще 7 единиц, да, то есть вот самый любимый пароль, ни в коем случае не нужно этого делать. Имеет смысл придумать какой-нибудь алгоритм, который точно вы никогда не забудете. Точно не стоит ставить прямые даты рождения, точно не стоит ставить, знаете, номера любят многие с НИЛС, паспорта ставить, это абсолютно небезопасно. Тем не менее, если вашу анкету в интернете взломали, это еще не означает, что она потеряна. Роман рассказал нам, как ее восстановить. ВКонтакте достаточно комфортно взаимодействует с такими вот жертвами таких мошеннических операций. Достаточно связаться с ними по электронной почте, либо попросить кого-то из родственников, чтобы отправили скан вашего паспорта. И собственноручно, отсканированно, сфотографировать собственноручное заявление к администрации ВКонтакте о просьбе выслать новый пароль, и страница вернется к вам. И впредь будьте осторожны, хакеры существуют не только в фильмах.